Какая физподготовка без утренней зарядки, пара наклонов в сторону, повороты, бег на месте, ничего сложного, а прилив сил моментальный, говорят участники. В ситуации, когда глава региона, улыбаясь, повторяясь движения за гимнастами, ведущими, даже полноватым чиновникам из правительства пришлось соответствовать. Хорошему настроению и в группу им тоже, порадуемся тоже. Среди занимающихся журналисты обнаружили олимпийских чемпионов, чемпионов мира по мотогонкам на льду, титулованных легкоатлетов, тренеров и спортивных пенсионеров, воспитанников спортшкол и офисных работников. Всех перечислять пришлось бы очень долго. Как только зарядка закончилась, ведущие предложили участникам поиграть в футбол. И пока судьи объясняли правила, журналисты спросили у Артема Сдунова, есть ли спорт в его жизни. Я в основном спортом занимаюсь, конечно, вечером, поздно вечером, так, чтобы за службу было сложно после работы. С утра отлично, солнце не такое жаркое, и единение всех видов спорта, всех, кто любит физкультуру, я думаю, очень полезное мероприятие. После обеда в Доме Республики уже строгая и очень официальная часть праздника. Здесь выдающимся спортсменам и их тренерам вручают государственные награды. Старший тренер школы борьбы Николай Слесарев получает медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Его воспитанники показали блестящие результаты на Токийской Олимпиаде. Тренеру спортивно-адаптивной школы Виталию Аверкину, который работает с Евгением Швецовым, вручили благодарность президента России. А сам Евгений Швецов за особо выдающееся спортивное достижение награжден орденом славы первой степени. Теперь он полный кавалер этой государственной награды. И в честь него прозвучал гимн Мордовии. За вклад в развитие спорта награжден тренер Александр Холопов и спортивный функционер Михаил Сергеев. Кроме того, награждены все спортсмены, которые сумели на международных и российских соревнованиях завоевать награды. Юлия Парунова, Игорь Гангаев. Наши новости.